Впервые в этом году город над Богом принимает республиканскую спартакяду по стритболу среди детей и подростков. В Брест приехали 14 команд из всех регионов Беларуси. В большой спорт ребята не попали, поэтому возможность заняться любимым видом им предоставили физкультурно-здоровительные клубы по месту жительства. Стритбол появляется огромной популярностью не только у нас в Беларуси, потому что это как бы свободный вид, он уличный считается. И каждый год проводится в Минске так называемое полово, в соревнованиях полово, там участвует около 150 команд. Каждый регион выставил по две команды, которые сражаются за победу по круговой системе. Правила очень похожи на баскетбольные и достаточно просты. Число участников 3 на 3. Игра идет до 16 очков или полных 15 минут. За это время надо не только проявить свои силы и способности, но и показать характер. Интересная игра. Во-первых, физически нужно иметь хорошую подготовку и довольно крепкими. Быстрая распасовочка вся такая. Ну, игра очень хорошая и интересная. И, между прочим, хорошая подспорья для большого баскетбола. Это довольно хорошо оно сочетается. Давать на тренировках и стритбол, и большой баскетбол, это очень хорошо. В любом виде спорта я считаю, что если ты хочешь побеждать, значит, работать надо, сами понимаете, в 5-10 раз больше, чем остальные. Соответственно, ну, если им это не нравилось, они бы, наверное, ушли. То есть, когда человеку что-то не нравится, он уходит. Соответственно, если они продолжают работать, продолжают играть, тренироваться, им это, а, нравится, но ни в коем случае это нелегко. Нелегко придется юным спортсменам и на соревнованиях. За три дня каждая из команд проведет по шесть игр. И для стритболистов Брестской области, а их представляют юноши и девушки из Пинска и Ивацевичского района, каждый выход как боевое крещение. Женская команда из Дамановской школы стала лучшей в области, но соперники достались им не менее сильные. Да, тяжелые, но мы пытались сравнять наши силы, как бы, очень довольны, что мы попали сюда, мы очень этого хотели, но в итоге мы этого добились. Я надеюсь, что в дальнейшем мы постараемся победить всех. Соперники очень сильные, вот, ну, мы стараемся делать все возможное, вот. И, ну, мы надеемся, что дальнейшие игры мы осилим. А играть воспитанницам клуба из агрогородка Даманово приходится с серьезными соперниками из Минска, Гродно, Бобруйска и Могилева. На площадках разгораются нешуточные страсти. Победитель и призер соревнований отправится в Псков на Спартакеаду союзного государства. 160 человек в школе, и вот, конечно, работа трудная. Вот я уже, как бы, второй раз на республику попадаю, в 12-м году первый раз и сейчас. Но из такого количества выбрать и заниматься, но такой сельской школы, выиграть область и попасть на республику, это довольно хороший престиж. Главная цель Спартакеады – увлечь ребят стритболом – достигнута. Вот только следовать олимпийскому принципу «главное не победа, а участие» команды уже не хотят. Они нацелены только на победу. Мы ездим на каждую республику побеждать. В принципе, мы для этого и тренируемся. То есть, ничего человек тренируется, наверное, для того, чтобы доказать, что он сильнее кого-то. Как это сделать? Приехать на соревнования и доказать это делом. То есть, я не считаю, что это амбиция – это цель и задача. И это, если это получается, не всегда это получается, никто это не гарантирует. И если это получается, значит, ты сделал достаточно, чтобы победить. Если ты проиграл, значит, ты мало работал. Шанс попасть на Олимпийские игры у этих мальчишек и девчонок невелик. Зато есть хорошая возможность стать настоящим властелином кольца. Пусть и стритбольного. Ирина Альшова, Андрей Щербан, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».